Время без двадцати семь, езжаем мы в Зюзино и темнеет уже практически на глазах. Дорога хоть и почищена, одна вода, как говорится, течет в воинской части, стоит. А это вот, наверное, дома относятся к военному городку. Да, дорога от снега почистилась, скорее всего тут больше сыграла сама погода. Растопило все и одна вода течет. Все бы ничего, но под правое колесо здесь часто попадаются ямы. Чем и хорошо-то днем ехать и хоть издалека видно, хотя не всегда под водой разглядишь. Вот опять очередной сюрприз, а разъехаться негде. То есть места для маневра нет, идешь по прямой, вот и иди по прямой. Да еще вон газели заехали, заехала газель и хвостом загородила частично встречную полосу. А ему и деваться некуда, и вот нам тут надо будет между надолбов поместиться. Охрана, встает охрана. Так, движение без остановки запрещено. Здесь и поворот такой даже не на 90 градусов, а гораздо острее. Стадион для военнослужащих. Можно футбол погонять. Летом, конечно. Вот теперь у нас сюрприз впереди. Давайте-ка мы пооблочим немножко. Если не провалимся. А нет, не провалимся. Вот так мы объедем эту правую разбитую полосу. Точнее правую колею. Еще бы с нее потом съехать так удачно. Вот здесь и съедем сейчас. Все прекрасно. Все чудесно. Въехали мы в Сосновый Бор. Дышим глубже. Набираем в легкий кислород. Ну, по крайней мере, я набираю. Но поверьте мне, воздух здесь, да, чистейший. Пока свободно. Надо побежать. И сплошной-то, слава богу, нету. Не видно, по крайней мере, затерли ее. Впереди у нас 116 километров. Которые мы должны преодолеть за 2 часа 10 минут. Поэтому я считаю, что должны к 9 вечера добраться, чтобы поужинать, перекусить перед сном таким легким ужином. И не поздно лечь спать. А вот, видели сейчас яму, да? Я объехал ее. Стоит на аварийках машина легковая. Я понимаю, что он в нее и попал. Видите, правое колесо. Склонился водитель. И, казалось бы, на ровном месте нашел себе неприятность. На каком же ровном? Вот именно что? Никто не ожидает на ровном асфальте такие подвохи. Они есть. Они есть и сплошь и рядом. Всюду. И здесь хорошо подходит поговорка. Тише едешь, дальше будешь. Вот ехал бы он потише, увидел бы эту яму и объехал. А может, так же встречка помешала. А вот, смотрю, даже туман потихоньку садится. А туман, как обычно, у нас к перемене погоды. Если сейчас плюс, то, возможно, скоро будет и минус. Какие скромные коттеджи стоят по московским меркам. И въезжаем мы с вами в поселок Осеченки. Ченки. Осеченки. Это кто-то забор поломал. Как будто специально кто-то залезал. Так. Продолжение следует... Прямо по курсу у нас Покровская церковь. Как красиво сделали подсветку. Продолжение следует... Выезжаем мы с вами на улицу Кооперативная. Продолжение следует... Продолжение следует... И вот она нас как раз эта улица, на которой ограничение 40 км в час должна вывести на Егорьевское шоссе. Здесь больше 40 км и страшно ехать. Смотришь, вдруг ни с того ни с сего вырастает лежачий полицейский. Какая щука здесь. Вот это пасть. А, это реклама магазина рыболов. Заправка опти ДТ стоит 57,89 км. А еще 58 км. Там с чем-то была цена. Это, наверное, как она там называется, топливо улучшенного качества. Но я считаю, все это маркетинговый ход. В основном все льют из одной бочки. Едем мы с вами по Егорьевскому шоссе уже. Так плавно, кооперативная, кооперативная перешла в него. И впереди у нас еще будет много населенных пунктов. В том числе частично будем проходить через Бронницы. Ну а пройдя Бронницы, там уже рукой подать. Ногой наступить уже недалеко будет до Симферопольского шоссе. Пять вернём. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Покериевская 19. Музыка Покериевская 19. Т байка. Покериевская 19. Драктор субтитров А.Кулакова В.Ноус Haram. Покериевская 20. В.Ноус – о reserves Продолжение следует... 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 Хотел посмотреть, сколько топлива на Луковле стоит, а там даже информационные таблоги не подсвечены. А вот уже и выход у нас на трассу А-107. И рядом же у нас идет ЦКАТ. Ну вот здесь уже дорога-то пошла у федерального значения, естественно, шире, быстрее. И вот на этом съезде надо брать крайний правый ряд, чтобы вот здесь уже сплошную не пересекать под мостом. ЦКАТ, конечно, более комфортный, но и платный. За, говорят, за удовольствие надо платить. Ну, сегодня у нас 107-ая, вообще никого впереди. И, кстати, почему-то никого навстречу. Это уже вот настораживает. Мы уже с вами часто так замечали, что только обрадуешься, что дорога чистая и догонишь какую-нибудь колонну. Так что будем ехать в экономном режиме. Едем мы и так не быстро, всего лишь 65 км в час. Я вас не обманываю. И в связи с тем, что пошел снег, температурка-то стала падать уже всего лишь полградуса со знаком плюс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok